День национальной армии Растет. Азербайджан поймет, что необходимо срочно решить вопрос с пленами МИД Республики Армения. Новости из Западной Армении. На выставке до будут представлены работы солдат, участвующих в Варцахской войне. Зажигание свечей в Яраблуре. 30 января в Ереванском офисе Западной Армении состоится мероприятие, посвященное 102-й годовщине образования Армянского легиона. На мероприятии выступит президент Республики Западной Армении Арманако Абрамян, министр обороны Республики Западной Армении, полковник Амик Саядян. В ходе мероприятия состоится церемония вручения памятной медали Западной Армении «Меч». Будет награждена группа борцов за свободу освободительной армии. Для участия в мероприятии необходимо заранее отправить заявку на следующий адрес электронной почты. В восьмой день семинара спикер парламента Западной Армении Леонардо Басмаджан представил основные проблемы и опасения, которые стоят перед депутатами. Он представил свою точку зрения на возможные решения Арцахской проблемы в рамках армянского вопроса. В ходе обсуждений с депутатами Национального собрания были уточнены задачи, которые планируется реализовать в ближайшее время. Сегодня, 28 января, Республика Армения отмечает День Армии на 29-летие Вооруженных сил Республики Армения. В этот день, 1992 года, было принято постановление о создании Министерства обороны Республики Армения. 28 января внесено в календарь как праздничный день, 6 января 2001 года. 28 января признан нерабочим с 2002 года. Во время войны 2020 года нашей армии был нанесен сильный удар. Многие сыны Отечества осветили своей кровью нашу священную Родину. Перед их священной памятью на всех нас лежит огромный долг и неиссякаемый труд по созданию новой, современной, мощной, образованной и мобильной армянской армии, которая, извлекая уроки из опыта минувшей войны, сможет обеспечить безопасность нашей страны в новых условиях и навязать противнику свою волю. Западная Армения благодарна всем подвижникам нашей армии, солдатам, офицерам, многим добровольцам, присоединившимся к ним. Мир, вечная память всем нашим павшим героям, терпение их семьям. Армянская армия – наш единственный гарант мира и безопасности в этом непростом регионе. С праздником! Армянская армия! Чтобы говорить о стабильности, безопасности и мире в регионе, в первую очередь необходимо создать атмосферу доверия, а для создания атмосферы доверия необходимо решить вопрос возвращения армянских пленных. Как сообщает Армен Пресс, об этом 28 января журналистом заявил министр иностранных дел Армении Араев Азян. Атмосфера доверия создается в случае решения очень важных вопросов, в первую очередь это освобождение наших пленников. Я думаю, что Азербайджан должен понять, что это гуманитарный вопрос. По словам главы МИД, межведомственная рабочая группа над этим вопросом работает в ежедневном режиме. Если вы заметили, международное давление растет день ото дня. И я надеюсь, что Азербайджан поймет, что этот вопрос требует безотлагательного решения, заключил Айвазян. В провинции Арчеш в ванн Западной Армении обнаружен топор возрастом 315 тысяч лет. Находку изучают ученые. А в районе Дерсим Западной Армении обнаружены стадо козлов с кривыми как скобы рогами, объявленных Всемирным Союзом охраны от дикой природы под угрозой исчезновения. Этот вид занесен в Красную книгу. По благословлению католикосов всех армян Гори Генбе в Музее Первопрестольного Святого Чмеатина и Культурно-Интеллектуального фонда Возрождения в канун Дня Святых Вартананц 10 февраля состоится выставка ДО. Как сообщает Армен Пресс, в администрации музеев Первопрестольного Святого Чмеатина заявили, что на выставке будут представлены работы участников Арцахской войны, а также последние незаконченные работы, созданные погибшими воинами-художниками. Выставка будет проходить в семинарии Геваркян Первопрестольного Святого Чмеатина и продлится до 10 апреля. Делегация Западной Армении во главе с президентом Арманаком Абрамяном приняла участие в церемонии зажения свечей в пантеоне Яраблур, посвященной памяти героев погибших в Арцахской войне. После разожжения свечей была проведена панихида в память о героях, не пощадивших свою жизнь в борьбе за родину. Яраблур посетил также всемирно известный оперный певец Ванно Тадео, который исполнил музыкальную композицию, посвященную погибшим воинам. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Мэрянунне Айкакамбанак». «Мэрянунне Айкакамбанак» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром!